здравствуйте друзья доброе утро я хотел сказать что все-таки наша школа существует 21 год школа тестеров первое в мире я не знал что она первая в мире я просто там учить себе учил до меня потом дошло до места такое здесь найти в другом месте бы никакая школа выжить не могла но вот а здесь от могла короче к сожалению в девяносто четвертом году я никакой видеосъемкой не занимался хотя первая камера у нас появилась году надо в девяносто шестом да и дальше такой процесс найти обидный вроде камеры вроде она хорошая и вроде можно сказать почти новая но каждые там пару лет надо новую заводить то что следующая камера она настолько но несопоставимого цветы и вот у нас в доме было много разных камер одна была такая знаете в нее кассеты веще столько она доставлялась прямо внутрь и писалось сразу на кассету это было так прикольно вообще потом стала немножко меньше и там стали такие тоже на ленточку писала но уже в цифровом формате соответственно так она маленькая ленточка такая бы такие камеры были в общем где-то года с 96 у нас есть записи но мы не писали в школе мы писали где-нибудь на природе или там день рождения какой светлана занималась я был очень далек от этого все мне было не интересно и мы сейчас практически все оцифровали единственно что конечно разрешение там не бог весть это там 480 это когда на экране вот смотришь там телевизор да нормально хорошее качество когда все это уже оцифровывается выясняется что нет нет не очень не очень в общем ну 408 поэтому так на семейном фронте у нас есть записи даже девяносто шестого года а на школьном было несколько официальных таких мероприятий самая первая запись относится к концу девяносто пятого года и на самом деле я их все держу у нас на канале если вы зайдете на канал и сделаете поиск на слово архив просто архив и вот в этом архиве там их ну сколько-то я их так вот названием туда вставлял слово архив и вот там есть например видео была программа такая здесь на местном телевидении была программа может быть выходил раз в неделю там 30 минут я не помню отражение называлась и там был про нас сюжетик который снимался у нас в гараже я тогда еще из гаража значит промышлял это был девяносто пятый год где-нибудь ноябрь декабрь вот такого плана да и она там висит вы можете посмотреть увидите тот же самый человек но просто помоложе был потом нас снимали для канала wmnb это был первый русский канал в америке спутниковый который на всю страну вещал wmnb там была такая передача я боюсь соврать то ли добрый вечер америк который доброе утро америку вот не помню и был наверное есть я надеюсь такой человек дмитрий полетаев он когда-то был на московском телевидении был ведущим то есть как бы лицо такое знакомо вот и там он работал в это время вот он тут у нас съемку вел в маунте и они доехали из лос-анджелес куда-то ехали не знаю куда заехали к там вы и поснимали нас 15 минут точнее 15 минут результат был снимали нас дольше значит было такое официальное мероприятие что там еще у нас а снимались фильмы вообще о жизни это было несколько раз есть фильм перекресток он у нас есть на канале тоже просто перекресток другой фильм был назвался взгляд на жизнь это все тоже до 2000 года до обвала интернет бума то есть 15 16 17 18 лет назад вот вот такого плана но это профессиональное профессиональными людьми сделано там как бы все очень хоть качественно классно но опять 480 значит сожалению разрешение ну так уж вышли и дальше заканчивается более-менее профессиональная и удаленная во времени съемка возобновляется все это в 2009 фактически году последние числа 2008 я к чему это все рассказал вас очередной юбилей как бы да получается мы все в юбилеях хоть столько столько разных вещей в жизни что постоянно у какой-то юбилей или годовщина вот у нас сейчас годовщина так значит товарищ передо мной пожалуйста годовщина в 2008 году в конце 2008 года примерно вот в это время ну может быть там плюс-минус там пару недель плюс пару недель не минус я зарегистрировал канал голос селеконовой долины и там поначалу там ничего так особо не было первую съемку я делал перед новым годом 2009 то есть первая съемка нашего канала первое видео нашего канала это 2008 год и вот сейчас будет что теперь получается семь лет я думаю что по масштабам ютюба которому всего 10 вот недавно было мы один из старейших каналов я так понимаю там наверно входим какую-то десятую долю одного процента наиболее древних каналов и я иногда посматриваю чем мы там тогда снимали для себя и вчера наткнулся на съемку 2009 года мы мы еще были в старом нашем помещении тут вот неподалеку в маунте view на самом деле это близко к того месту где мы сейчас на другой стороне вот улице может быть чуть сторону и на шесть лет моложе были вот я вчера повесил съемку от 13 ноября 2009 года 13 ноября 2009 года это шесть лет назад и казалось бы шесть лет там не 25 но все равно как-то ты видишь и понимаешь что моложе был и что люди вот были и как-то преемственность какая-то чувствуется я не знаю я очень растрогался и взял это видео приделал к нему нашу заставочку спереди сзади там силикон вал и войс с музычкой и значит повесил вчера вечером но у меня как бы были сомнения какого плана что я думаю кому кому то еще интересно кроме меня думаю мало ли чего там было шесть лет назад и кому сейчас это все интересно с другой стороны я понимаю что при том что есть люди которые глубоко интересующийся ну их немного которые просто идут и подряд смотрят систематически все что было раньше то есть я периодически получаю письма от людей которые докапываются там до самых первых видео она все-таки 4000 с лишним там на свыше 4000 видео ну и я я понимаю что в основном наша аудитория недавно на канале ну скажем год назад в это время сколько нас было там может быть тысячи 50 вот поэтому 50 а сейчас нас 85 поэтому ну все таки а два года назад в это время нас было 20000 20000 20000 20000 то есть то есть то что было два года назад скорее всего значит там 70 80 процентов даже и не смотрели поэтому я думаю может иногда есть смысл вывешивать но но мне не хочется никого раздражать там стариной всякой поэтому в целом к вам обращаюсь с тем что может быть какие-то соображения вы скажете если если не нужно я не буду я просто вывесил потому что мне самому было стало интересно я думаю их вот но никогда не знаешь насколько это же самое будет интересно там другим людям пока что у нас наиболее противоречивым таким материалом у нас являются видео с видео с видео с михаилом бородянским при всем при том что у нас лайков больше чем дислайков но как бы в процентном соотношении вот как-то много народов причем я сомневаюсь что они смотрят они просто ходят свои дислайки ставят без того чтобы посмотреть потому что если они знают что они им это не нравится зачем вообще ходить но тем не менее вот им настолько не нравится что они идут и не глядя ставят свои дислайки ну хорошо вот вот я конечно как всякий автор я конечно хочу чтобы как можно больше народу посмотрели видео и как-то так отреагировали у нас немного же просмотров вот скажем при том количестве подписчиков которые у нас есть у нас одно индивидуальное видео или скажем каждое индивидуальное видео смотрит очень мало народу я не знаю если бы я раз в неделю чего-нибудь выпускал может быть ну наверное было бы больше вот а так у нас народ переборчивый там что-то смотрит что-то не смотрит кому чего там кому про лотерею кому про жизнь в америке кому там про недвижимость я не знаю наверное все разные люди там про цветочки одни смотрят про там не знаю open house другие там про кризис доллара слава богу пока до этого не дошло ну как бы наоборот даже вот в общем я в поиске постоянно но в принципе вот такой как бы архивы ремейки что-нибудь такое ностальгическое вот у меня так про проявляется такая такая жилка я наверное все таки что-то очень выборочно буду из старенького подбирать и как-то помечать чтобы заранее было известно что это из старенького я в принципе в названии пишу что там вот я сейчас написал что съемка от 13 ноября 2009 года ну уже казалось бы там яснее не скажешь не знаю ну вот такая штука да можно не смотреть если что так можно не смотреть как бы по названию понятно да ну что у нас еще происходит в школьной жизни раз мы уже про школу значит у нас в школьной жизни начался в онлайном классе проект у нас их теперь два как-то мы раньше делали один и по мобилкам а теперь делаем два один по веб-приложениям а другой по мобилкам как-то такая тенденция пошла и в целом ее так все поддержали вот у нас был урок номер не соврать семь у нас был седьмой урок и вот седьмой урок уже было первое занятие по проекту небольшому там 4 4 занятия всего и проект такой ну достаточно интересный там есть где покопаться в чем подразобраться и он такой понятный я не хочу вникать там что за проект конкретный ну вот есть некий проект а следующий уже будет по мобильному тестирование мобильное приложение и мы пытаемся еще каждый раз по возможности с каким-нибудь новым проектом выходить с тем чтобы не выглядели группы как из инкубатора там цыплятки поэтому скорее всего и мобильный проект сейчас будет не такой как только что закончился в общем у нас вокруг проекта сейчас большая такая большая кутерьма вот и как ни странно как ни странно как ни странно не хватает народу который можно было бы на практику посылать то есть грубо говоря так запросов на практикантов больше чем людей которые можно послать давно такого не было я не знаю с чем это связано потому что классы у нас битком вроде нельзя сказать что там пустые аудитории такого нет но почему-то они как-то что расходится что-ли быстро я не знаю мы сейчас конечно выдергиваем просто из класса получается такая история там нужны люди и мы сразу раз к педагогам говорим есть кто в классе кого можно было бы уже куда-то там послать есть люди которые может быть не так много проучились но они по характеру что ли своему вот по персоналу чем маркетабл то есть можно там поставить поговорить их возьмут даже если они не знают много но вот как то такая энергетика у них хорошая вот ну и видно что разберутся там если что и мы тогда их уже отправляем в компанию переводим на вечернее отделение они там уже вечером доучиваются и конечно когда ты ходишь на работу и вечером доучиваешься и восприятие того что в классе происходит совершенно другое вот даже один и тот же вопрос несчастный там какой-нибудь вот написать тест кейсы для логин пасворд там диалога интерфейса функциональность и когда тебе в классе три раза рассказали и ты все равно не можешь толком повторить это одна история а когда ты допустим на интервью пару раз ходил и тебе досталось ты после этого начинаешь как поэт свои стихи читать потому что ты вдруг понимаешь что это настоящее а не академическое не из класса вот то что в классе не воспринимается это надо специальные мозги иметь академически когда ты воспринимаешь то чего не знаешь можешь ли использовать нужно ли тебе вообще для чего оно тебе в жизни нужно и так далее а вот когда ты знаешь для чего в жизни вот тогда совершенно другая учеба получается поэтому вот у нас сейчас много стало выдергивание из класса раньше такого не было просто людей нет такая интересная фишечка и все время приходит компания приходят ребят симпатичные то есть раньше мы всех уговаривали там бегали и говорили возьмите посмотрите давайте мы пришлем а сейчас что-то такое происходит что может ни за кем не за не бегаем а наоборот вот как-то нас контактирует и говорят ребята вот мы придем там дайте это дайте то то есть другая жизнь совсем другая жизнь совсем это контрастирует очень с разговором о том что всем нужна автоматизация сейчас без языка программирования там никуда не сунешься без того не в общем как чуть-чуть за мнение как будто там на 75 долларов сейчас нанимают это не совсем так то есть когда тебя нанимают на 25 на 30 долларов в сейчас нет таких требований как если бы это было до 50 60 70 поэтому есть есть еще слава богу большой такой мощный рынок для людей начинающих не сильно много знающих не сильно много получающих но имеющих возможность уже работать и наращивать свои знания и расти и профессиональные в денежке и социально там и так далее то есть есть ступенечка относительно невысокая на которую можно зайти и дальше уже двигаться с нее я помню когда-то работал в системе профтех образования там в ней в одном и мне дядька объяснял такой уже опытный что вот раньше например брали ученика на производство на завод там какой-то и вот он там получился ему там первый разряд второй разряд третий разряд и он каждый следующий разряд он на немножко поработал немножко поучился какие-то там экзамены стал ему повышали эти разряды а тут появились на роботы станки с чипом числовым программным управлением и получается что ты не можешь начать работать на этом станке если у тебя нет хотя бы четвертого разряда а как же ты получишь четвертый разряд если получается что на производстве ты так вот не может дорасти до станка с чипу в общем и вывод там был такой что нужно как бы хорошо готовить в профтех училищах вот вот профессионально техническое училище должно готовить там реально квалифицированных людей там нужно учиться там пара тройку лет это брату и четыре года есть специальности в общем после восьмого класса если то ну и так далее там была целая теория на этот счет так вот в нашем деле тоже так получается что некоторые говорят что пока у тебя не будет четвертого разряда но грубо говоря там языков программирования не наберешь там еще 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 то с тобой разговаривать не станут значит нет то есть такие места тоже но в общем то система так скажем аналог системы ученичества он наличествует да то есть можно немножко поучиться там получить там свой второй разряд это производство а уже там на производстве расти до третьего четвертого там пятого и так далее готовим мы пролетариев пролетариат силиконовой долины можно так сказать приехали друзья отправлялись на работу этого чем пожелать то на прощание ну вот что все хорошо было я сегодня грустное письмо получил там у нас на форуме висит на залив . орг там у парня в личной жизни там трагедия жена от него ушла и он безумно переживает и я честно говоря как-то как-то я не был готов на эту тему разговаривать потому что ну что скажешь такой ситуации в общем я скажу обязательно но она просто как-то не был не был расположен поэтому что все хорошо было чтобы настроение было чтобы хотелось работать чтобы хотелось что-то делать чтобы как сказать позитивненько вот так что ли скажем счастливо